Доброе утро, дорогие телезрители! Здравствуйте! Вы смотрите «Утро» на ОТВ. С вами Глена Краева и Наталья Гончарова. Оставайтесь с нами, будет очень много всего интересного. Да, и прямо сейчас вы увидите. Развитие образования. О достижениях в этой сфере и реализации губернаторских программ на территории нашего округа в материале нашего корреспондента. Ремонт и содержание дорог. Эту тему обсудили на еженедельном совещании главы муниципалитета. Поджог травы. В Одинцовской пожарной части провели инструктаж по предотвращению возгораний в лесах. Чернобыльцам посвящается. В Одинцове прошел митинг, посвященный Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Салют Победе. В Звенигороде состоялась торжественная передача символов девятого этапа эстафеты памяти. Чемпионат России. В селе Покровское состоялся турнир по стоклеточным шашкам. Сегодня 28 апреля. В этот день, в 1945 году, Красная Армия начала боевую операцию по захвату Рейхстага. Во время штурма Берлина советское командование делало упор именно на это здание, поскольку для гитлеровцев оно было последней надеждой. Вечером 30 апреля советская штурмовая группа взяла этот последний оплот. И в 22 часа 40 минут советские солдаты установили Красное Знамя в отверстие короны скульптуры Богини Победы. О других исторических событиях сегодняшнего дня смотрите далее. 460 лет назад, 28 апреля 1563 года, в Москве начала работать первая типография. Спустя год, по велениям Ивана Грозного и благословениям митрополита всей Руси Макария, вышла первая точно датированная русская печатная книга «Апостол». Работу над изданием вели в течение года, с 28 апреля 1563 года по 10 марта 1564. Столько времени потребовалось, чтобы отлить шрифты и изготовить оборудование. Над книгой работали Иван Федоров и Петр Мстиславец, которые вошли в историю как русские первопечатники. 28 апреля в России свой профессиональный праздник отмечают работники скорой медицинской помощи. Установили его в 2020 году постановлением правительства Российской Федерации. А служба появилась еще в Царской России, 28 апреля 1898 года. Приказом московского оберполицмейстера за двумя полицейскими участками в Москве закрепили по одной карете скорой помощи и для медиков выделили отдельное помещение. Дежурили круглосуточно, пострадавших от несчастных случаев доставляли в приемные покои при полицейских домах. Сегодня скорую помощь оказывают круглосуточно и безвозмездно. Также сегодня отмечают День химической безопасности и Всемирный день охраны труда. 28 апреля родился советский и литовский актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР Донатас Банионис. Российскому зрителю он запомнился в кинокартинах «Солярис», «Берегись автомобиля», «Змейлов», «Вооружен и очень опасен» и других. В числе сегодняшних именинниц также американская писательница Харпер Ли, автор нашумевшего романа «Убить пересмешника» и испанская киноактриса Пенелопа Круз. И к новостям муниципалитета. Ремонт и реконструкция детских садов и школ в округе, реализация федеральных и региональных проектов, а также внедрение программ по цифровизации. Изменения в системе образования происходят постоянно и охватывают все образовательные учреждения муниципалитета. О достижениях в этой сфере за год текущий и планах на будущее расскажет Екатерина Крамор. Московская область в этом году остается в числе лидеров по приросту населения. Поэтому одним из важных проектов губернатора Подмосковья являются программы по строительству школ и детских садов. Этот год в России наш президент объявил годом педагога и наставника. Мы реализуем в Подмосковье большие программы. У нас обучаются 1 миллион 40 тысяч детей и 1 сентября ждем прибавления. Еще 40 тысяч школьников плюс 20 тысяч дошколят. В этом году построим 27 школ на 18 тысяч мест. 13 детских садов более чем на 3,7 тысяч мест. В системе образования Одинцовского округа функционирует 32 комплекса, в том числе три школы для детей с особенностями здоровья. В январе этого года начали работу два детских сада в Кубинке и Гусарской балладе, где возводят и самую большую школу в Подмосковье. Сейчас у нас готовятся к открытию 1 сентября еще два сада. Это сад на 300 мест в Немчиновке и садик на 400 мест в Трехгорке. И плюс еще у нас откроются четыре школы. Это школа в Гусарской балладе на 2200 мест. Это школа в Немчиновке на 550 мест. Это пристройка к 14 гимназии на 500 мест. И пристройка к 8 школе для обучающихся школу «Надежда» на 200 мест. Капитальный ремонт учреждений образования – одно из основных направлений в округе, по которым идет постоянная работа. По президентской программе образования в прошлом году уже отремонтировали Веденскую школу в Звенигороде. В этом работы идут во второй кубинской школе. Также ремонт начат еще в трех образовательных учреждениях. Самыми крупными комплексами стали центр «Флагман» в Трехгорке, школа номер 3 в Одинцове и Лесногородская школа. Основной и главной задачей для школы в предыдущем учебном году было, конечно же, зайти в зеленую зону. Нам повезло больше и удалось войти в топ-100 учреждений образовательных в Московской области. Конечно же, ученики дали и внесли огромный вклад для того, чтобы школа вошла в зеленую зону. Кроме того, в муниципалитете реализуется много федеральных и региональных проектов. У нас есть интересный проект – это эффективная начальная школа. То есть дети вместо четырех лет обучаются три года. У нас этот проект реализуется как раз во «Флагмане». У нас есть проект для начальной школы – это школа полного дня. Там, где дети могут находиться с утра и до шести-семи вечера. Тоже такая школа у нас открыта. Такие классы открыты в третьей школе и в «Квантуме» открыты. Такие классы в Звенигороде. Один из успешных проектов – открытый школьный стадион. Он позволяет пользоваться всем жителям инфраструктурой образовательных учреждений. На данный момент функционирует уже 24 стадиона. В этом году планируется открыть еще пять. В округе открываются центры точки роста. Их цель – сделать доступным для учеников сельских школ обучение с использованием передовых технологий. Также по программе губернатора Московской области в густонаселенных микрорайонах округа открыты полисадики. Полисадики – это очень интересная программа губернатора Московской области, на самом деле, которая очень выручила округ, потому что не всегда возможно построить садик. У нас достаточно некоторые районы густо населены, густо заселены. И получается, что нет пятна застройки, где бы можно было построить сад. И вот эта вот программа полисадики, она позволила нам предоставить места, снизить очередность в наши детские сады. В полисадиках идет полноценный образовательный процесс. С ребятами, как и в обычных детских садах, работают квалифицированные педагоги. Единственное отличие – прогулочная зона на ближайших детских площадках. Одними из самых востребованных в округе остаются полисадики в Трехгорке, Звенигороде и в Одинцове на улице Северная. На территории Одинцовского округа продолжаются работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Ямочный ремонт, мойка проезжей части, автобусных остановок, уборка мусора, окраска бордюра. Эти и многие другие виды работ входят в еженедельный план мероприятий. Ответственные лица выступили с докладом о проделанной работе на традиционном совещании в администрации муниципалитета. Дорожные службы округа перешли на весенний-летний график. Во всех территориальных образованиях продолжают работы по содержанию автодорог. Сметают мусор, наносят разметку и моют асфальт. Поливочные машины уже очистили более 147 километров трассы. Особое внимание уделяют ямочному ремонту. В настоящее время уже практически 10 тысяч квадратных метров выполнено. За последнюю неделю почти 2,5 тысячи. В общей сложности у нас выполнено, отремонтировано 4100 ям. Мы идем темпами 800-1000 ям в неделю. За последнюю неделю 805 ям мы отремонтировали. В надлежащее состояние приводят светофоры, дорожные знаки и ремонтируют лавочки на автобусных остановках. В ближайшее время завершат работы по нанесению дорожной разметки. Мы в дождь разметку наносить не будем, иначе это будет фикция, не разметка. Она в ближайшее же время отойдет, поэтому ждем, когда погода нормализуется. Работы ведут в рамках месяца чистоты и благоустройства. Их планируют завершить до 1 мая. Елена Краева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». И к новостям региона. Чуть больше месяца осталось до лета. Самое время выбрать лагерь для ребенка. Родителям в этом поможет портал «Детские лагеря в Подмосковье». На территории Московской области действует 109 загородных лагерей. Пять из них – палаточные. Школьников там ждут развлечения, занятия робототехникой, творческие кружки, спортивные мероприятия и состязания, а также зажигательные дискотеки и тематические игры. А главное – то, что у ребенка не остается времени на телефон. Другие новости региона смотрите прямо сейчас. Подготовку объектов торговли и общепита в парках к летнему сезону обсудили на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов. Всего в Подмосковье насчитывается более 7200 кафе, ресторанов, баров и 500-летних кафе на частной земле, а также 325 веран, 766 павильонов и 500 мест мобильной торговли на муниципальной. С каждым годом их количество растет благодаря упрощению процедуры согласования. В прошлом году было заключено около 120 договоров, с января подано еще порядка 200 заявок. Также в этом году запущена услуга размещения сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Московской области. А в течение ближайших двух месяцев планируется еще одна – предоставление веранд нестационарным объектам. В рамках Всероссийского субботника с территории Подмосковья региональные операторы вывезли на переработку 6532 кубометра отходов. Из общего объема около 20% – это вторичное сырье, крупногабаритные отходы, такие как сломанная мебель, бытовая техника, спил деревьев и автомобильные покрышки. В рамках национального проекта «Экология» с 2019 года в Подмосковье реализуется реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Закрыты все 39 мусорных полигонов, построены 11 высокотехнологичных комплексов по переработке ТКО, на которых сортируется 100% всех отходов, 50% из которых направляются напрямую на вторпереработку. Представители Подмосковья завоевали три золотых медали на проходящих в Саратове 22-х молодежных дельфийских играх России. От Московской области в них принимают участие 28 человек и два коллектива из 15 муниципальных образований. Они выступают в 19 номинациях, в том числе медные духовые инструменты, классическая гитара, изобразительное искусство, художественное чтение, классический танец, академическое пение, кулинарное искусство, цирк, театр и другие. Масштабное мероприятие проводится ежегодно в целях выявления и поддержки творческих детей и молодежи. Инструктаж под предотвращение возгораний в лесах и местах общего пользования провели среди спасательных формирований и служб правопорядка в Одинцовской пожарной части. На построении обсудили адреса и график профилактических рейдов, а также порядок информирования населения в преддверии майских праздников. Репортаж Полины Толмачевой. Доброе утро, уважаемые коллеги. Мы начинаем очередные наши патрулирования, которые с года в год проходят на территории нашего городского округа. Пожарная служба, лесная охрана, аварийно-спасательное формирование, полиция и Росгвардия круглосуточно стоят на страже порядка и спокойствия граждан. Вот и сегодня на повестке дня важная тема – борьба с весенним палом травы. В настоящее время практически ежедневно ликвидируют локальные очаги возгорания и горения прошлогодних сухой травы, листвы и древесных останков. В большинстве случаев причиной возгорания является человеческая обеспеченность. Оставленные без присмотра костры, брошенные окурки или, наоборот, целенаправленные курганские действия. Такие возгорания приводят к неконтролируемому распространению пожаров на жилые дома и лесонасаждения, наносят вред окружающей среде, приводят к материальным убыткам и гибели людей. Как мы видим, сейчас установилась засушливая теплая погода. Поэтому нами и администрациям городского округа и лесхозам Одинцовского городского округа принято решение активизировать проведение совместных профилактических рейдов и патрулирования населенных пунктов. Мест массового отдыха граждан по предупреждению разведения костров в неустановленных местах проведения профилактических работ с целью доведения информации гражданам, жителям и гостям округа. На построении наметили семь маршрутов по всему округу. Особое внимание уделят местам отдыха, паркам и прибрежным зонам. Мобильные группы патрулирования составят работники пожарных и спасательных служб, полиции, лесхозы, Росгвардии и администрации муниципалитета. На таких выездах будут раздавать листовки, проводить профилактические беседы, а также выявлять нарушителей. Напоминаю, что за нарушение порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельхозназначения, местах общего пользования и на землях населенных пунктов предусмотрена административная ответственность. По статье 20.4 КОАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей. В случае особого противопожарного режима штраф за нарушение повысится. Заплатить придется от 10 до 20 тысяч рублей. В случае ухудшения обстановки с пожарами органам местного соуправления незамедлительно вводится особый противопожарный режим, накладывающий ограничения и запреты на посещение граждан лесов, лесопарковых зон, полный запрет разведения и сжигания мусора. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Митинг, посвященный Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, прошел в Одинцове у мемориальных камней участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В мероприятии приняли участие депутаты от «Единой России» и представители общественной организации «Союз ликвидаторов аварии». Полина Бахова с подробностями. Сначала ее называли аварией, и лишь потом поняли, что это была катастрофа, вспоминает Алексей Тимохин. Он был отправлен в Чернобыль сразу после взрыва. Занимался съемками, документами, принимал участие в расследовании причин. Говорит, хоть виду не подавали, страшно было всем. Конечно, страшно. Я не верю. Это скажет вам каждый, кто побывал в этом пекле. Я не верю, что не страшно. Страшно. Враг-то невидим, враг-то неизвестен. Расстояние нигде не указано. Сколько там частиц, БР и так далее, никто ж не знал. Да и не знали, сколько смертельная, сколько средняя, сколько легкой степени. Мы не знали. Это все потом познавалось. Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986 года и стала крупнейшей в истории. Каждый год ликвидаторы аварии, ветераны, жены погибших собираются, чтобы почтить память товарищей. Весь год ими ведется просветительская работа в школах округа. У нас было 550 членов организации. Ну, сейчас, конечно, уже 272 чернобыльца и 32 вдовы. Все это 304 человека – члены нашей организации. И вы знаете, когда мы встречаемся со школьниками, они слушают нас, честно, чисто по-человечески, открыв рты, потому что они не знали даже, что это такое. Благодаря администрации округа, активистам, депутатам от «Единой России», теперь в Одинцове есть священное место. У мемориала на улице Маршала Неделина собираются все, кого коснулась эта трагедия. Ежегодно дань памяти отдает и Дмитрий Голубков, который принимал непосредственное участие в создании сквера. Есть это место в Дмитрий Голубковском городском округе, очень важно. Это напоминание всем тем о том, какие страшные трагедии может принести техническая среда, технические предприятия. Светлая память всем тем, кто ушел, здоровья всем тем, кто жив. Низкий вам поклон за ваши дела и за ваш подвиг. Красные гвоздики – символ благодарности и памяти традиционно возложили у памятного мемориала. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. Оставайтесь с нами. Далее в нашей программе вы увидите. Салют победе. В Звенигороде состоялась торжественная передача символов девятого этапа эстафеты памяти. Чемпионат России. В селе Покровское прошел турнир по стоклеточным шашкам. Новости Афиша. О развлекательных мероприятиях в округе расскажем в нашей традиционной рубрике. И о новостях муниципалитета. Девятый этап патриотической эстафеты «Салют победе» прошел в культурном центре имени Любови Орловой в Звенигороде. Наши жители продолжают честовать город-герой Мурманск и передавать символы победы из одного теруправления в другое, храня память о подвиге советских солдат. Рассказывает Полина Бахова. О море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь привод. Песня о море звучит на девятом этапе эстафеты «Салют победе», напоминая о тяжелых событиях 1942 года. Стратегические действия развивались в суровых водах Северных морей. Город-герой Мурманск стал прифронтовым с первых же дней войны. Героями советского флота было уничтожено более 200 боевых кораблей и около 400 транспортных. Здесь, как и в других битвах, сразу проявился дух советского солдата. Это отмечают и Одинцовские активисты «Единой России». Россию никому не удавалось поставить на колени. В сражениях были у нас ошибки, были у нас и серьезные проигрыши в Великую Отечественную войну, но народ сконцентрировался. И уже Березская крепость показала фашизму, что русский солдат не сдается. Память о подвигах русских солдат, простых тружениках тыла и стойкой обороне городов-героев жители нашего округа бережно хранят в своих сердцах. А проект главы муниципалитета Андрея Иванова дает возможность каждый день узнавать что-то новое и заботиться о своих ветеранах. Чтобы не только перед 9 мая мы вспоминали своих ветеранов, участников Великой Отечественной войны, чтобы мы с ними жили каждый день, чтобы мы знали, как они живут, не болеют ли они, может быть, они одиноки. Поэтому мы распределили по нашим территориям, сделали вот такую патриотическую эстафету, салют победе. В завершении торжественной церемонии символы девятого этапа эстафеты, копию знамени победы, фуражку офицера Северного флота времен Великой Отечественной войны и медаль за оборону Советского Заполярья звенигородцы передали в русский городской округ. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Чемпионат России по стоклеточным шашкам прошел в селе Покровское. Участие в турнире приняли женские и мужские команды. Всего около 150 человек. Среди них гроссмейстеры и чемпионы мира. С мероприятия репортаж Екатерина Крамор. Александр играет в шашки с 7 лет. За его плечами уже немало игр и побед. Сейчас он передает свое мастерство детям, ведет свой блог и продолжает участвовать в турнирах. Вот и сегодня в селе Покровское решил сразиться с соперниками на чемпионате России по стоклеточным шашкам. Меня вводили в разные секции. И в каком-то возрасте я стал обыгрывать папу в шашки. Меня отвели. И так понравилось, что вот играю всю жизнь. Стало моей, как говорится, моим любимым занятием. Выступают на чемпионате 30 женских и 15 мужских команд. Правила, по которым играют классические. Но на черно-белой доске вместо 64 клеток целых 100. Играть легко, выиграть сложно. Сама сложность в том, что нужно, во-первых, думать на несколько ходов вперед, а во-вторых, не прозевать ситуацию. Потому что в шахматы, если ты проиграл фигуру, ты можешь ее быстро отыграть. А в шашке, если ты проиграл комбинацию, ты теряешь сразу несколько фигур. И, конечно, уже сложнее будет отыграться. Участие в турнире приняли около 150 человек. Шашисты уверены, что высокий результат в этом виде спорта зависит от дисциплины, усидчивости и математического расчета, которые вырабатываются с годами. Шашки мне нравятся тем, что результат всегда зависит от количества приложенных сил во время тренировок. Если ты тренировалась, совершала какие-то задачи, готовилась конкретно к турниру, то результат всегда будет хорошим. Победители чемпионата России по стоклеточным шашкам получили главный приз – 50 тысяч рублей. А лучшие спортсмены отправятся в Турцию на первенство Европы. Екатерина Крамор, телекомпания «Одинцова». В эти выходные жителей округа ждет масса творческих концертов. В селе Введенское в Доме культуры «Огонек» состоится мероприятие, посвященное Международному дню танца. В нем примут участие такие коллективы, как «Арабески», «Фиксики», «Светлячки» и многие другие. О других развлечениях на предстоящие выходные расскажет Полина Вахова в рубрике «Новости Афиша». Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Новости Афиша». О самых интересных культурных событиях в округе прямо сейчас. Наша традиционная подборка культурных мероприятий на предстоящие выходные – это полезная информация для жителей округа любого возраста. Заречье встретит весну фестивалем-конкурсом «Весна на Заречной улице». В 11 часов дня всех приглашают в КДЦ «Заречье» на яркий концерт хореографического и авторского искусства. Здесь будут представлены танцы различных стилей от классического до современного хопа. Участники приедут из разных уголков Москвы и Московской области, чтобы побороться за призовые места. В 12 часов в поселке «Летний отдых» в Театре сказок состоится занятие по изготовлению тряпичной куклы «Оберега». Через такое творчество дети приобщаются к ценностям русской культуры. Для любителей живописи в 15.00 в КДЦ «Заречье» состоится встреча, где ребят познакомят с жизнью и творчеством выдающихся художников исторического, бытового и пейзажного жанров. Сурикова, Кустодиева, Васнецова. Цель встречи – воспитание чувства прекрасного и интереса к жизни художников. 1 октября российскому джазу исполнилось 100 лет. В честь этого юбилея в Кубинке-8 в Культурно-досуговом центре пройдет концерт «День джаза». Начало в 3 часа дня. А в селе Ершово вспомнят творчество Федора Шаляпина. Обзор под названием «Шаляпин в Звенигороде» начнется в библиотеке в 15.00. На встрече вспомнят о соприкосновении Шаляпина с памятными местами Звенигорода, о его дружбе с семьей Орловых, о посещении Савина-Сторожевского монастыря, переписке с Горьким и многом другом. Любители кинематографии будут ждать в 3 часа дня в Большевиземской библиотеке. Там состоится показ фильма «Максим перепелица» о веселом деревенском парне, которого призвали на службу в армии. Пытаясь избежать трудностей, он сталкивается с ситуациями, которые заставляют переосмыслить происходящее. В воскресный день можно заняться творчеством и смастерить из бумаги красивые аппликации с помощью клея, ножниц, бумаги и салфеток. Юных мастеров ждут в 12 часов дня в поселке Летний отдых в Театре сказок Парка Захарова. А в Лесногородской библиотеке имени Новикова ребят ждут в 3 часа дня на уроке дружбы. Михаил Плецковский и Геннадий Циферов – авторы смешных и поучительных сказок о зверятах и их родителей. Ребят познакомят с их произведениями, многие из которых стали мультфильмами. Комитет по культуре Одинцовского округа анонсирует ряд музыкально-поэтических концертов – спектакли под названием «Одна у человека мама» и «Родина одна». Там прозвучат популярные песни советской и российской эстрады и песни из известных кинофильмов. Концерты по исполнительскому творчеству народного артиста России и СССР Иосифа Кобзона исполнят звездные детско-юношеские коллективы округа 2 мая в 18.00 в КДЦ «Заречье», 3 мая в 20.00 в центре «Авангард», 4 мая в 18.00 в ДК «Горки-10» и 9 мая в 14.00 в культурном центре имени Любови Орловой. Отдыхайте насыщенно и тогда полученного заряда положительных эмоций хватит на всю неделю. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурный день. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 11-13 градусов тепла. Ночью около плюс 5. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 84%. Диамагнитное поле неустойчивое. А теперь давайте узнаем, что же нам готовят звезды. Сегодня главное верить в себя и строить планы на будущее. Юмор поможет разрядить обстановку и завести новых друзей. А возможно, даже встретить свою любовь. Далее в программе рубрика «Гороскоп». Овны. Утром вам будет сложно найти общий язык с окружающими. Во второй половине дня все наладится. Сможете восстановить старые связи и даже помириться с теми, с кем были в ссоре. Тельцы. День будет насыщенным. Не исключено, что предстоит заняться чем-то совершенно новым. Близнецы. Проведите этот день размеренно и спокойно. Сегодня удача точно будет на вашей стороне. Раки. Смело беритесь за то, что раньше казалось сложным. Сегодня у вас многое получится. Львы. Думайте наперед. Просчитывайте каждый свой шаг. Только это поможет вам продвинуться и в отношениях, и в карьере. Девы. Этот день располагает к общению с коллегами, друзьями и близкими. Весы. Ваш дар коммуникаций сегодня на высоте. Пользуйтесь этим, чтобы укрепить и деловые, и любовные отношения. Скорпионы. Самое время расслабиться и провести день с комфортом и пользой. У вас точно все получится. Стрельцы. Пора строить планы на будущее. И лучше, если у вас будет сразу несколько вариантов. Козероги. Постарайтесь найти что-то интересное в повседневной рутине. Радуйтесь мелочам. Водолеи. Не спешите с важными решениями. Сегодня возможны приятные встречи с давними друзьями. Рыбы. Придется разложить все по полочкам в голове, чтобы начать строить планы на это лето. Впереди все самое интересное. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы желаем вам хорошего дня и прекрасных выходных. И не только выходных прекрасных, но и праздничных дней. Вас поздравляем с наступающим днем весны и труда. Всего вам самого доброго. Мир, труд, май. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok